друзья всем привет с вами владимир шемет и в этом видео показываю обзор отеля халиджи три звезды марси поэтому друзья подписывайтесь на канал и погнали и так это вход в отель друзья и сразу мы видим здание отеля здание отеля в белом цвете немножко она именно снаружи как бы местами подкрашено вот свежее что-то такое делалось но с учем принципе снаружи как бы ну особо с этой стороны лично как бы мне ничего такого критического ну не вижу вот сразу хотел вам показать и суть некоторых номеров вот видите вот это вот номера которые выходят на противоположную сторону от моря значит вот забор и за забором сразу дорога она не сильно оживленная но тем не менее слышимость в номер я думаю будет нормально как бы слышно хорошо движение автомобилей в общем это уже особенность расположение отеля и уже конкретно какой вам номер дадут тут уже не угадаешь это можно только на месте решить если что-то не нравится там с видом из номера но не всегда этот вопрос решаемый допустим 2020 году этот вопрос я думаю легко решаем а иногда возможно ну то есть сюда и не будут селить на эту сторону потому что туристов именно в этом отеле немного вот и нам дали номер сразу с видом на море вообще без вопросов но официально в прайсах категории севью то есть видом на море отель не не имеет то есть по крайней мере нам на украинский рынок не идет такой прайс дальше вот территория перед ресепшеном это парковка видите есть для велосипедов мы тут ставили свои велосипеды парковали оставляли пока мы гуляли без велосипедов и принципе можно поставить мопед вот наш черный ямаха это мы взяли на прокат сегодня нам его сдавать и собственно говоря он тут ночь простоял ничего не с ним не случилось ход друзья есть ступеньки и есть пандус то есть это для того чтобы там чемоданы завести было полегче ну и для туристов у которых инвалидность следующий что показываю ресепшен пол очень небольшой доброе утро но друзья это городской отель категории 3 звезды естественно как бы ничего сверх такого не может быть поле отеля но естественно у нас есть дезинфектор то есть обязательно друзья для руку по отелю везде этих дезинфекторов полно то есть на каждом шагу дальше есть информация естественно по концепции отеля то есть во сколько завтрак обед ужин перекус во сколько начинает работать бар и алкогольные напитки со скольким это я все дальше вам расскажу есть лифт вот у отеля есть четыре этажа для этого можно подняться естественно с помощью лифта можно подняться по ступенькам но это я тоже дальше вам все видео покажу расскажу потому что сейчас мы пройдемся через ресторан я покажу сейчас завтрак начинается доброе утро вот это ресторан главные друзья не главный единственный вот тут происходит подача еды то есть часть блюд видите за лентой часть блюд вообще за стеклом ну то есть отель старается придерживаться санитарных норм требований правил вызванные пандемией 2020 это здание получается такое просторное ну как просторное помещение котики многие говорят в отелях бегают коты друзья это турция и во многих отелях бегают коты и с этим ничего не поделаешь нравится вам это либо не нравится это нужно принимать и не говорить что в этом что-то плохое это турция дальше сейчас мы вышли на террасу рестораном есть вот такая терраса имеется ввиду брезентовое накрытие тай тут брезент брезентовое накрытие в общем есть нижний уровень террасы вот он и верхний уровень террасы вообще с одной стороны по ресторан небольшой но и вот и отель то в принципе там на 174 номера рассчитан не знаю на данный момент загрузка отеля примерно наверно на 30 процентов ну по крайней мере это из того что я вижу по туристам которые приходят на обед на ужин на завтрак на завтрак это вообще не обсуждается потому что каждый по-разному стоит но обед либо ужин уже более-менее как-то можно чуть-чуть определить загрузку хотя это тоже не самый как бы точный показатель если его определять таким образом это если спросить у отеля то тогда может быть что-то там подскажут ну ладно смотрите это вот часть территории есть сосны есть пальмы есть газончик вот смотрите друзья для отеля три звезды в центре мармариса территория составляет общая территория составляет 5000 квадратных метров это огроменная площадь для отеля который находится в центре мармариса еще и категории три звезды поэтому тут вам тоже нужно понимать что больших отелей в самом мармарисе в самом городе их нет даже пятерки некоторые имеют площадь 5000 квадратных метров дальше показываю вам бассейны смотрите вот раз бассейн глубина 150 сантиметров и следующий бассейн бассейн с горками вернее с горками с одной большой широкой вернее горкой она невысокая она работает не все время но она работает график работы я точно не помню опять сбить оскому ребенку я думаю сойдет ничего в любом случае ребят не каждый был отель имеет вообще бассейн то есть если вы отдыхаете в мармарисе ты собираетесь на отдых мармарис то некоторые отели даже не имеют бассейны это тоже вам нужно понимать а некоторые отели имеют бассейн но бассейн размером с ванную сейчас я вам покажу детский бассейн вот видите за большим бассейном с горкой есть маленький бассейн для деток так вот есть некоторые отели у которых главный бассейн имеет вот такие размеры как тот детский бассейн как это детская лужица сейчас мы идем туда я вам покажу его с высоты вам будет более понятно потому что так может быть вам не совсем видно вот смотрите видите это детский бассейн глубина 45 метров а есть бассейн и вот в отелях где это бассейн для взрослых ну только с глубиной естественно там полтора метра либо метр двадцать ну есть мебель имеется ввиду кресло столики маленькие то есть вечерком тут можно посидеть играет музыка во время питания играет музыка и днем играет музыка начинает 8 часов утра играть моей супруге это не нравится ну ничего не поделаешь а у нас получается номер как раз вот над рестораном и вот если вам видно там есть под крышей террасы колонки вот это вот с этих колонок звучит музыка моей супруге это очень не нравится потому что она любит поспать ну не это вообще роли не играет потому что я встаю очень рано и друзья путешествую исследоваю окрестностей ну и все что связано с отдыхом для того чтобы все вам показать и рассказать что еще есть есть настольный теннис бесплатный но я еще ни разу не играл просто не бываем в отеле потому и как бы некогда поиграть есть маленькая детская площадка для со всех маленьких деток ну там наверно до пяти лет может до шести видите какие размеры то есть и пару качеля вот они качельки глубенькая красненькая и еще вот такая вот каруселька условно говоря не знаю как бы на пружинке лошадка тоже для маленьких деток вот есть гамак ну тоже в гамаке еще ни разу не лежал то я вообще в отеле это у нас уже пятый день а я только снимаю для вас друзья обзор потому что у меня в отеле практически не бывает мы утром стали позавтракали иногда когда ехали на экскурсию даже и не завтракали на одну экскурсию когда ехали вот обедать частенько мы пропускаем всего лишь один раз я попал на перекус ужин ужин по моему мы еще ни разу не пропускали поэтому вот так часто мы бываем в отеле это друзья смотрите вот корпус отелем и с этой части вот так которая выходит во внутрь территории отеля и как раз имеется вид на море но друзья вид на море будет у вас только начиная с третьего этажа на четвертом будет вид на море вот на втором друзья скорее всего вида не будет потому что смотрите видите вот у нас дерево она все закрывает и кстати не с каждой не с каждого номера будет вид на море вот только из номеров которые находятся над рестораном над рестораном друзья будет вид на море начиная с третьего этажа то есть на третьем этаже будет вид на море на четвертом этаже будет вид на море и смотрите есть там мансардный этаж он тоже по моему живое имеется ввиду там есть номерной фонд но в 2020 году эти номера по моему не работают балконы друзья в чем суть балконов значит балконы они открыты имеется ввиду в общем галя ком вы там не походите на этих балконах дальше что еще хотел вам показать кроме хвойных растений которые есть на территории есть еще и плодовые вот гранат смотрите красненький он уже поспел частично поспел гранат вот дальше еще есть возле самого ресторана дерево с апельсиновое дерево и там тоже есть апельсины но апельсины еще зеленые тоже видите друзья смотрите вот у нас есть ступеньки и есть пануз для того чтобы ну там с коляской вы могли заехать если вы с маленькими детьми так давайте сейчас пройдемся я покажу вам лифт и покажу вам ступеньки почему ступеньки потому что тут есть одна важная особенность которая касается ступенек мы сейчас мы лифте проедемся да видите как бы открыли заходим лифт очень очень маленький давайте куда мы проедемся проедемся он давайте на четвертый этаж проедемся этом еще не был сейчас закроется двери вот они закрываются то есть тут две двери в лифту какой-то интересный лифт вот я еще на четвертом этаже не был давайте поднимемся на четвертый этаж посмотрим что там так вот значит приехали вот друзья противоположный вид из отеля то есть из некоторых номеров будет крутой красивый вид нам коры друзья с одной стороны вид на море с другой стороны вид ногу на горы но не только вид на коры может быть вид быть и на соседние здания вот она я вам показываю его естественно это уже не будет такой вот красивый вид дальше давайте сейчас пройдемся вниз я вам покажу эту важную особенность друзья касательно ступени вот вы сейчас видите эти ступеньки и видите вот красным надпись друзья тейшин так вот в чем суть этой красной надписи что она говорит это предупреждение друзья чтобы вы не бились от головой в общем смотрите вот у меня рост метр семьдесят шесть и я реально как бы если не пригнусь друзья я удались головы друзья и я ударился головой серьезная не хотим на лифте спускаться двое побыстричку спущусь и я и шел она еще знаете как бы когда спешишь чуть-чуть аж с подпрыжкой ну я не скажу что я сильно ударился то есть даже ушиба не было вообще не было ничего такого как но тем не менее это есть и вот видите смотрите вот она еще одна надпись а тут выше кстати вот тут выше тут я не достал головой так а вот тут ниже друзья между разными этажами получается разная высота вот такая вот ситуация со ступеньками ну и кроме этого друзья то что можно удариться головой смотрите ступеньки я бы назвал и скользкими ну по крайней мере я подскользнулся когда спешил вот если бы я не спешил то ничего бы такого не произошло но я спешил что-то там нужно куда-то нам торопились и супругой и думаю спущусь так вот тоже как-то интересно у нас получается смотрите значит на нулевой этаж когда спускаешься вот единственное место тут есть типа что-то наждач чтобы не скользила а все остальные этажи друзья ну вот смотрите нету то есть нету такой штуковины и я когда спускался с третьего этажа я подскользнулся я не упал но подскользнулся это даже еще не нулевой этаж это был на первый этаж а вот на нулевой этаж там где находится ресепшн а вот у нас друзья бар бар работает с десяти часов до двадцати трех часов это газированные и алкогольные напитки друзья а вот кофе естественно 7 часов утра ну кофе обычные растворимые с порошковыми звуками фланг и с с с до с сейчас кофе сделает пойдем бассейну расскажу вам по концепции питания ценки так друзья пока я взял себе кофе сейчас вам расскажу концепцию по питанию и по алкоголю значит вообще видео обзоры питания я вам поделал отдельно то есть не обязательно посмотрите для того чтобы понять как же выглядит здесь питание но давайте разберемся по времени значит завтра тут семи часов утра до десяти часов утра это очень удобно завтрак долгий то есть три часа есть времени для того чтобы позавтракать то есть это удобно для тех кто поздно встает вот конечно для тех кто рано встает это таких туристов как я которые там грубо говоря часов бы 6 в 6 бы уже ушли бы с отеля то завтрак конечно начинается 7 это может быть неудобно но друзья в принципе как бы это нормально это терпимо с 7 часов утра это хорошо в любом случае как бы и следующий обед у нас идет вот обед короткий с 12 до часа 30 это конечно немного времени всего лишь полтора часа но опять таки не знаю мы либо его полностью пропускали либо мы его ну как правило попадали вот достаточно времени конечно с одной стороны чтобы прийти покушать но если бы он хотя бы два часа продолжался то было бы удобнее имеется ввиду чтобы там до двух часов потому что была такая ситуация что я на обед пришел без пяти не не без пяти то есть набрал покушать всего не это было не обед это ужин был ну не в этом суть значит вот четко заканчивается примеру 12 час 30 все там может еда стоять как бы а могут не дать не насыпать то есть если опоздать ну это такие уже нюансы и подробности я вам рассказываю вот и ужин с 19 00 до 21 00 обычное время друзья по ужину то есть тут собственно говоря вообще никаких вопросов нет два часа продолжительность это конечно достаточно хорошо к ну хорошее время следующий момент как бы в целом по питанию еще раз говорю лично для трех звезд это отличное питание для городских звезд ну питание здесь хорошее разнообразное меняется ужин практически каждый день какие-то там ну имеется в виду мясные блюда меняется все остальное салаты там гарниры плюс-минус они одинаковые а вот на мясные блюда то есть он немножко меняется но они больше меняются вот вы получается в самом варианте блюда они вот мясе то есть как правило всегда курица есть индейка что-то из говядины какие-то там котлеты такого плана как бы то есть учитывая то что сейчас пандемией то что отель загружен не на сто процентов то вообще просто для того количества туристов которые есть почему то есть когда отель загружен на сто процентов как правило всегда экономится на питании так вот друзья возможно да это тоже экономия в отеле но это экономия в отеле вообще как бы не сказывается на качестве питания на количестве питания вот разнообразие но это три звезды она и без этого как бы будет ну не такая как бы разнообразная еда как пятерках либо четверках хотя если брать вот этот отель именно этот отель и брать плохие четверки то этот отель категории три звезды будет лучше следующий момент а еще есть перекусы друзья только один день ходил я на перекус и ну покушать перекусить можно если вы пропустили обед нормально следующий момент это алкоголь значит с алкоголем для трехзвездочного отеля вообще шикардос друзья ну во первых пиво есть это вообще без вопросов без проблем во вторых крепкий алкоголь это джин местный весь местный джин ром и водка типа какая-то ну русская даже русскими буквами написаны в шоке вот ну и рак и ихняя местная я из крепкого пробовал что я пробовал ром кол я пробовал ну это все делают такие типа коктейли калашматя то есть ром кола джин тоник такое сделают больше я никаких коктейлей не спрашивал значит концепция алкоголя и газированных напитков то есть панта пепси спрайт начинается с десяти часов утра и продолжается до 23 00 так что в принципе нормально для трех звезд это нормально да у пятерках там может быть и до 12 ночи и круглосуточно на ультра но здесь до 23 то есть все с этим порядке и следующий момент друзья касательно пляжа отеля друзья пляж отель свой не имеет гости могут пользоваться муниципальным бесплатным пляжем я вам его покажу в отдельном обзоре это не самый лучший пляж ну и вообще в мармарисе не самые лучшие пляжи в самом городе потому что даже в отелях которые там в конце мармариса перед поселком и чмелером тоже пляжи не самые лучшие а в этой части где находится отель он практически находится в центре рядом недалеко гавань где пришвартованы прогулочные лодки и яхты естественно даже море само будет в этой части где находится отель не самая чистая но все равно до пляжа недалеко буквально 100 метров на пляже вы свободно можете постелить свои подстилочки и в принципе не тратить деньги на аренду шезлонгов зонтиков но если вам все-таки хочется на шезлонге полежать то есть ресторанчики кафешки на набережной возле пляжа покупаете там коктейль пару коктейль в на двоих и вам дадут бесплатно пользоваться шезлонгами зон и зонтиками друзья поэтому тут такой вот момент самая слабая сторона у отеля это пляж это единственное что вот как бы именно особенно для меня который я любитель просто понырять поплавать то тут в этой части города марморис ну совсем как бы с пляжем не айс то есть да можно ездить на пляже за городом либо туда ходить подальше от центра и будет уже приятнее водичка уже чище водичка но вот возле гавани ну вот сами должны понимать что здесь лодки вот прогулочные естественно с этих лодок мусора бывает много ну и вообще просто как-то загрязнение идет ну не то чтобы прям вот совсем грязно но я люблю знаете вот водичка такая прозрачная кристально чистая вот такую я водичку люблю но даже в самом марморисе полностью по всем пляжам если посмотреть вода будет не самая такая вот прозрачная даже там где вода чистая чистая вот мы были поселке и шмелер там уже конечно водичка поприятнее почище и пляжи все остальное трунчи были вообще шикарная водичка то есть идеально прозрачная как слеза друзья но опять есть нюансы по этим поселочкам каждого свои нюансы а тут кто хочет увидеть марморис тот кто хочет частенько гулять по набережной красиво и тот кто хочет посещать дискотеки но это не касается 2020 года все дискотеки помещениях они закрыты вот тот кто хочет город большой чтобы это было выйти куда пройтись и интересно все то есть естественно это нужно выбирать марморис и но недостаток мармориса это если уже очень детально и подробно рассматривать все то это пляж вот пляж тут не очень красивый но самые красивые пляжи друзья они находятся за городом даже не в поселках до них нужно ехать ехать на морскую прогулку там будет потрясающе шикарно красиво тем более что он морские прогулки есть недорогие есть там от 10 баксов там свозят поплавать вас на красивые пляжи вот красивые места есть подороже это плюс-минус но эта тема отдельного видео друзья на и надеюсь я вам показал все в деталях надеюсь вам все понятно если у вас есть вопросы друзья обязательно задавайте их в комментарии под этим видео ну а если у вас есть возможность поделиться отзывом особенно если по отелю халиджи три звезды за который и шка речь в этом видео тоже напишите ваш отзыв в комментариях под этим видео я обязательно его почитаю а еще лучше друзья если у вас есть вот видео материалы которые вы отсняли во время вашего отдыха особенно если это касается отеля халиджи вы можете этим всем поделиться не только отзывом но если есть что-то ну поломанное было плохое вам что-то не понравилось вы естественно все это можете тоже показать многим туристам и для этого я сделал в фейсбуке группу форум туристов друзья добавляйтесь в эту группу ссылочка будет в описании к этому видео и делитесь вашими отзывами вашими впечатлениями проблемами если были такие во время ваших путешествий кейсами путешествий подсказками как что лучше сделать как выгоднее сделать делитесь это с другими участниками группы и смотрите в этой группе тоже информацию от таких же участников как вы давайте друг другу помогать и давайте смотреть только на честные объективные и реальные отзывы на этом все друзья желаю вам всем только хороших путешествий самых лучших эмоций и впечатлений от всех ваших путешествий ну и прошу помощи друзья поддержите мой канал стараюсь я для вас подпишитесь на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео нажмите на колокольчик и смотрите мои видео всем позитива до новых встреч пока пока